Всем доброго времени суток! Добрый день, Рафаэль Александрович. Для начала расскажите, пожалуйста, вот кратко, что вообще из себя представляет учебная программа «Геодезия» и дистанционное зондирование, ну и вообще, что такое магистратура? Добрый день, я очень рад выступить перед такой квалифицированной аудиторией, но прежде всего я хочу два слова сказать о том, что собой представляет магистратура. Это второй этап двухуровневого высшего образования современной российской системы. Это отзвук той самой Болонской декларации, которая была подписана нашей страной в 2003 году. Ну, надо прямо сказать, что с тех пор прошло много времени. Реализация этой Болонской декларации оказалась довольно вялой, но, наверное, самым таким вот ощутимым последствием ее подписания оказалось как раз введение двухуровневого образования бакалавриат плюс магистратура. Это было сделано для того, чтобы повысить узнаваемость отечественных дипломов на общеевропейском рынке квалифицированного труда. Так вот, несмотря на то, что апологетов Болонской декларации сейчас немного, тем не менее, мне чрезвычайно импонирует вот это вот двухуровневое образование, поскольку оно позволяет решить одну очень важную проблему. Дело в том, что бакалавриат, он ориентирован в основном на фундаментальные науки, на фундаментальное образование, и там мы лишь, по сути дела, знакомим наших обучающихся, наших студентов, будущих бакалавров с основами и их будущей специальности. Поскольку разговор о геодезии применительно к школе никакой от слова совсем, люди, которые поступают на геодезию, далеко не всегда представляют себе, что это такое. И очень часто мы видим, что вот к окончанию бакалавриата человек начинает сомневаться, надо ли ему посвятить этому направлению вот такую значительную часть своей профессиональной биографии. Ну, понимаете, поэтому, а вот по закону человек, который окончил бакалавриат, он получает законченное высшее образование, а дальше он может сам решать, поступать ему в магистратуру по тому же самому направлению, для того, чтобы повысить свои профессиональные компетенции, либо, ну вот если он почувствовал, что это не совсем для него, выбрать какую-то другую стезю своей жизни, тем более, что по закону, опять же повторяю, он имеет право поступить в любую магистратуру, там, ну я не знаю, вот там, да, классического балета, если позволяют, разумеется, какие-то вот физические кондиции. Так вот, в магистратуру уже идут бакалавры, которые осознанно выбирают себе такое вот геодезическое направление своей будущей жизни. Я, конечно, понимаю, что по современным представлениям, наверное, несколько раз в жизни надо сменить направление своей деятельности, но, тем не менее, геодезия представляет собой настолько широкую область человеческой деятельности, там настолько много самых разных возможностей приложения своего профессионального мастерства, то, в общем-то, даже в рамках геодезии можно отыскать себе вот ту область, которая тебе нравится больше всего, и ту область, в которой ты намереваешься провести, ну, по крайней мере, значительную часть своей профессиональной жизни. Вот об этом. Геодезия сама по себе наука чрезвычайно интересная. Вот если бы вы задали этот вопрос, что такое геодезия любому корифею в этой области, которая намного старше меня и по учебникам которых я учился, они бы ответили так, что это есть наука об изучении размеров Земли, формы Земли, ну, геодезисты чаще говорят фигуры Земли, ее внешнего гравитационного поля и всего того, что, о чем мы говорили, их изменений со временем, то есть вот такая вот динамика изменения этих характеристик. Ну, в современном мире мне представляются возможны и какие-то вариации вот такого определения предмета геодезии. Здесь есть разные течения, есть разные взгляды, я сейчас не буду о них рассказывать, но речь идет о том, чтобы с высочайшей точностью провести координатизацию окружающего нас, реального мира, всех тех объектов, явлений, процессов, которые там происходят. Причем я не случайно подчеркиваю слова с высочайшей точностью, потому что современная геодезия оперирует самыми новыми, выдающимися, я бы сказал, технологиями, которые позволяют изучать вот все эти объекты, явления, процессы на самых предельных, ну, наверное, миллиметровых уровнях точности, уровнях ошибок определения этих процессов. Поэтому мы можем выстраивать графики изменений различного рода геодезических характеристик во времени, и эти графики будут чрезвычайно точны. Ну, мы говорим про геодезию и дистанционное зондирование. Дистанционное зондирование, оно несколько стоит особняком, оно, так сказать, не совсем было в традициях нашей геодезической школы Казанского федерального университета. Но надо сказать, что за последние годы мы сделали довольно много, предприняли довольно много усилий к тому, чтобы именно дистанционное зондирование, то есть зондирование с помощью разного рода современных технологий, включая сюда и наземные методы, и методы аэрокосмического зондирования, и вот широкое использование беспилотных летательных аппаратов, все это вошло неоценимой составляющей, предмет нашего обучения. И это очень здорово, поскольку благодаря тому, что наш университет стал федеральным, в 2010 году нам удалось приобрести, ну, самое передовое на то время оборудование, затем мы его подкрепили соответствующими программными средствами, соответствующим компьютерным обеспечением. И вот в настоящее время я для геодезии Казанского федерального университета вижу, по сути дела, две точки роста. Первая точка роста – это вот та геодинамика, это изменение характеристик самой Земли и всех тех объектов, которые на ней находятся, всех тех процессов, которые на ней происходят, что, кстати говоря, чрезвычайно актуально для нас, для нашей республики, поскольку наша республика отличается таким вот повышенным урбанизмом. Здесь много выдающихся инженерно-технических сооружений, здесь большие залежи полезных ископаемых, которые интенсивно добываются уже в течение многих десятилетий. Поэтому, разумеется, вот это вот влияние человеческой цивилизации на то, что вокруг нас находится, оно требует, настоятельно требует, как показывает опыт недавних катастрофических событий, настоятельно требует постоянного отслеживания, постоянного мониторинга. И никаких других методов, кроме геодезических, в общем-то, выполнить этот мониторинг с достаточной оперативностью, таких методов нет. И это же касается дистанционного зондирования. Вот вторая точка роста – это та лаборатория, которой мы в настоящее время, вот мы ее пытаемся развернуть до необходимых кондиций. Это лаборатория 3D-визуализации, по сути дела, вот всех тех объектов, явлений и процессов, включая, кстати говоря, не только то, что находится на Земле, но то, что находится, допустим, и на других планетах. У нас очень интересное исследование по 3D-визуализации рельефа Луны, Марса выполняются, там чрезвычайно интересные результаты можно, оказывается, получить. Применение самых современных математических средств для обработки такого рода изображений, полученных разнородными наблюдательными методами, вот все это мне представляется, те самые две точки роста, благодаря которым наша родная геодезия в Казанском федеральном университете может рассчитывать на дальнейшее свое развитие, на дальнейшее свое процветание. Вот, наверное, так, для вступления. Теперь, что касается самой магистратуры, понимаете, в чем дело? Вот геодезия, она никогда не относилась к классу фундаментальных наук, допустим, в отличие от физики. То есть открывать законы природы, это, в общем-то, не наша задача, но наша задача получать соответствующую наблюдательную информацию, которая помогает специалистам каких-то вот, ну, близких к нам, смежных специальностей, помогает эти законы природы открывать. И поэтому сама программа магистратуры по геодезии и дистанционному зондированию, она с самого начала, и это, собственно говоря, ее идеология, по которой мы ее разрабатывали, эту программу, этой идеологии состоит в том, что это прикладная дисциплина, и мы ориентированы именно на развитие у наших студентов, на развитие вот тех вот скиллсов, умений, навыков, оперативно решать нестандартные задачи в ситуациях высокой неопределенности, причем для этого применяется и современная аппаратура, и современные инструменты, и современные компьютеры, и современное программное обеспечение. Вот, исходя из этого, мы строили программу по магистратуре по геодезии, поэтому в ней много практических и лабораторных занятий, очень много производственной исследовательской практики, но вот те, кто заканчивали магистратуру, они знают об этом, эта практика проходит в самых таких вот интересных и перспективных фирмах, компаниях, организациях, которые занимаются подобными вещами, и вот этой практики очень много, то есть наши студенты, они вот не испытывают какого-то недостатка в профессиональных умениях, поскольку половина их жизни в магистратуре происходит именно в этих конкретных компаниях, занимающихся решением конкретных геодезических задач, и вот эта вот практическая направленность, она, безусловно, явственно и целенаправленно, скажу, присутствует в программе нашей магистратуры. Ну, то, что оснащение очень хорошее, об этом я уже говорил, причем это оснащение, оно настолько хорошо, что далеко не всегда даже вот в условиях производства конкретного организации производственные владеют теми навыками, которыми владеют наши специалисты, и потому не возникает вопроса с их трудоустройством, не возникает вопроса с их востребованностью, ну, и там есть нюансы, например, в Казани устроиться уже не так просто, потому что мы уже достаточно давно работаем, мы выпускаем очень хороших специалистов, которые занимают такие уверенные позиции на рынке труда, возглавляют ряд геодезических компаний, там соответствующие отделы, лаборатории, вот, но другого источника специалистов, кроме как выпускники Казанского федерального университета, но вот в ближайшей окрестности, ну, будем говорить, Приволжского федерального округа, наверное, так можно сказать, у нас конкурентов у нас в этом плане нет, и потому наши специалисты, они, в общем-то, хорошо работают и в пределах республики, и в пределах Приволжского федерального округа, ну, и, разумеется, в пределах всей России, иногда и за рубежом такие случаи тоже встречаются, вот, и вот здесь повторяются, что такой вот проблемы трудоустройства, в общем-то, ее не существует для нас. Вот, пожалуй, так. Ну, к теме практики и трудоустройства мы еще вернемся. А пока у нас был такой вот вопрос, если человек закончил бакалавриат по направлению IT, может ли он к вам поступать, будет ли достаточно его знаний для вступительных испытаний? Вы знаете, вот тут вот очень интересный, вы задали очень интересный вопрос, я позволю себе две минуты на него ответить. Дело в том, что у нас бакалавриат довольно большой. Вот в этом году мы выпустили 26 бакалавров. Наши собственные бакалавры. Куда они дальше пойдут, сказать сложно. Если раньше, ну, в более, так сказать, свободных условиях, многие уходили в Питер, в Москву в особенности, в московские вузы поступали там в магистратуру, причем не обязательно по геодезии, хотя, конечно, в основном по геодезии, но вот даже в физтехе, допустим, наши магистранты, наши бакалавры учились. Но поэтому программа вступительных испытаний в магистратуру, а это будет экзамен, полновесный экзамен, эта программа, она, разумеется, рассчитана на наших выпускников, что вполне понятно. Каждый год, помимо наших выпускников, мы встречаемся, экзамен пытаются сдавать и представители других направлений бакалавриата. Вот, и здесь ситуация какая? Мы, конечно, результаты экзамена, это очень важно, это очень важно, но когда человек поступает с другого бакалавриата, с другого вуза, допустим, а может быть, даже совсем из другой области, и географической, и образовательной, мы, в общем-то, всегда стараемся с этим человеком поговорить для того, чтобы выяснить, ну, в общем, насколько вот случайен его выбор. Если это целенаправленный выбор, то здесь вполне возможны разные варианты. Ну, вот в качестве примера я могу сказать, что в этом году у нас было 14 выпускников магистратуры по геодезии и дистанционному зондированию, а вот эти вот 8 мест, они, так сказать, за нами все время, ну, не знаю, много или мало, тут трудно мне судить, для нас, конечно, маловато, мы просили больше, но вот сколько есть, столько есть. 8 бюджетных мест и 7 контрактных. Вот в этом году мы выпустили 14 человек, из них двое, оба, кстати говоря, закончили с красным дипломом, они поступали к нам в магистратуру, закончив геодезию же, но в Крымском федеральном университете, они с Крыма. Ну, так сказать, я с ними много общался, я, в общем, у меня было очень интересное, я ни разу не был вот в этом Крымском федеральном университете, но по оценке, ну, я понял, что там немножко, конечно, уровень несколько ниже, ну, будем так вот деликатно говорить, несколько ниже, чем в Казанском федеральном университете, но тем не менее мы их с удовольствием взяли на бюджет, подчеркиваю, для того, чтобы, ну, был какой-то прилив свежей крови. И он оказался весьма успешным, они прошли очень хороший курс магистратуры, они очень хорошую практику прошли, вот, ну, вот там Леша Шиловский был такой у меня выпускник, вот, который в этом году закончил, представьте, мальчик из Алушты, вот, тропические субтропики, да, и на производственную практику он отправился зимой, зимой, подчеркиваю, в эту загадочную русскую Сибирь, в Иркутская область, там, Якутия, вот эти вот места, Чаиндинское газоконденсатное месторождение, там вот выполнять геодезические работы, я говорю, Леша, вот как тебе после Крыма-то, эти вот минус 50, с которыми ты стал, ну, знаете, мне было очень интересно, ну, вот, в общем, вот такая вот история, то есть, понимаете, конечно же, в основном, я всегда рекомендую людям, которые не наши, в основном рекомендую взять контрактное обучение, вот, на контрактное обучение мы с удовольствием возьмем, ну, в рамках имеющихся возможностей, конечно, ну, думаю, человек 7, может быть, даже 10, вот, нам, может быть, разрешат, а вот насчет бюджета, тут надо очень индивидуально решать, поскольку это решает комиссия, довольно большая и представительная, тут надо общаться, тут надо индивидуально разговаривать, поэтому тут ничего, конечно, гарантировать не могу, ну, посмотрим, как человек, вот, насколько он проявляет интерес к тому, чем он намеревается дальше заниматься. Но для айтишника в геодезе очень много разного рода возможностей, поскольку, ну, если я говорю, если вот на лекции я всегда говорю, что основным инструментом для геодезиста является искусственный спутник Земли, потому что мы все время работаем со искусственными спутниками Земли, но, с другой стороны, если уж быть совершенно честным, конечно, компьютер это еще более тесное взаимодействие, еще более нужный инструмент, потому что без компьютера все остальное превращается просто в груду какого-то железа непонятного. С компьютером люди начинают общаться, начиная вот, ну, с самого начала до самого конца, я даже своих первокурсников-бакалавров всегда уговариваю, ну, ребят, вот я все понимаю, что мы люди все из разных семей, так сказать, с разным финансовым положением, но поймите, что без собственного ноутбука закончить геодезию в институте физики вам все-таки не удастся, поэтому постепенно вот собирайте, что ли, деньги, покупайте свои хорошие, причем не просто ноут, а вот хороший ноут, с которым действительно можно работать. Конечно, у нас на кафедре есть приличный запас такого рода вот персональных компьютеров и ноутбуков, такая вот полевая лаборатория, но, понимаете, она востребована студентами разных курсов, конечно, мы и там стараемся соответствующим образом расписание и так далее все это как-то состыковать, но, тем не менее, свой компьютер, конечно, необходим. В лаборатории, про которую я уже говорил, 3D-визуализации, там очень мощная техника, очень мощная техника, и вот на этой технике стоят очень мощные программы самой разной природы и самого разного назначения. Ну, понимаете, предела для развития нет, хотелось все время происходит что-то новое, и все время хотелось бы как-то обновлять, модифицировать, как-то усиливать наши возможности, но определенные мысли в этом направлении есть, ну, я думаю, сейчас об этом не будем говорить, но вот айтишники нам нужны всегда. А вы немножко упомянули о контрактном обучении, давайте конкретно о стоимости, какая она на этот год и сколько вы готовы принять людей на контракт? Стоимость, понимаете, стоимость определяем не мы. Стоимость определяется в Москве, причем она определяется, исходя и вот из какого соображения. Сколько Москва может выделить из бюджетных средств на студента, обучающегося на бюджете, ну, вот определенная сумма. Допустим, ну, вот у нас в магистратуре это 190 тысяч в год. 190 тысяч. Вот это деньги, которые Москва выделяет бюджетному магистранту. Мы не имеем права, это закон, ставить платную цену, контрактную цену ниже этой стоимости. Ну, по понятным причинам. Выше можем, но мы никогда этого не делали. Мы всегда ставим контракт, ну, вернее, не мы, решение не мы принимаем, решение принимает главное здание, вот, но вот стоимость контрактного студента, она равна стоимости бюджетного студента. И так уже вот из года в год, вот уже несколько лет мы готовим магистрант, вот каждый год это сохраняется соотношение. По-моему, даже в этом году была какая-то вот типа редукции из-за понятных вот таких вот сложных условий подготовки. И, по-моему, эта цена осталась на уровне прошлого года. Вот примерно так. 190 тысяч. А вот давайте поговорим как раз-таки о выпускниках, где, собственно говоря, применяются знания геодезистов, чем занимаются студенты после окончания магистратуры, бакалавриата по этой специальности, ну, в общем, куда они идут работать? Я уже сказал, что геодезия имеет чрезвычайно много возможностей для своего применения, потому что, как это может быть неудивительно для с обывательской точки зрения, практически везде необходима очень высокая точность, оперативно получаемая специалистами на гастированных инструментах соответствующим образом, для того, чтобы мы представляли собой реальную картину развития событий. Поэтому геодезические, изыскательские и подобные им проектные отделы, они есть, там, подразделения, как хотите, можно по-разному это называть, дело не в этом. Они есть практически во всех крупных организациях и компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, разведкой полезных ископаемых, строительством, в том числе уникальных инженерно-технических сооружений, строительством коммуникаций, лэб, трубопроводы, там, допустим, добыча нефтегаза, транснефть, татнефть, роснефть. Ну, можно перечислять много этих организаций, в каждой из этих организаций есть геодезические подразделения. Повторяю, они могут по-разному называться, это совершенно роли не играет. Кроме того, существует множество частных, будем говорить, геодезических фирм, более успешных, менее успешных. Многими из них руководят, кстати, наши выпускники. С ними мы поддерживаем очень тесные взаимоотношения. Эти фирмы занимаются, может быть, не столь масштабными проектами, там, типа там, нефтепроводов, каких там, силы Сибири и так далее. Но эти люди занимаются непосредственно решением конкретных производственных задач, чей спектр чрезвычайно разнообразен. И вот вы, где у нас геодезисты работают? Либо вот в таких вот серьезных организациях, которые я уже перечислил, но, разумеется, список неполный. Вот, либо вот в этих частных геодезических фирмах, вот, которые работают по заказу. Причем заказы эти поступают со всей территории России. Мы здесь не ограничены только Татарстаном. Ну, при желании можно выбрать фирму, которая, допустим, только в Казани работает. Такие тоже есть. Вот мы из Казани не выезжаем, все мы делаем только в пределах Казани. Ну, можно так. Вот, а есть фирмы, которые работают по всей России и, в общем-то, добиваются хороших успехов. Что еще хорошо? Есть возможность работать, как у нас говорят, в поле. Вот, ну, то есть в экспедициях. Эти экспедиции могут длиться, там, разное время. Можно, там, на несколько дней выехать, можно на несколько месяцев выехать, можно, там, на полгода уехать куда-то, там, в самые дикие места, может быть. Вот, это возможно. Либо можно заниматься так называемой камеральной работой. Ну, то есть, по сути дела, вот этим у нас в основном девушки занимаются, хотя девушки тоже иногда в поле рвутся больше, чем парни. Ну, вот, камеральная работа – это вот обработка тех материалов, которые поставляет полевая партия, допустим, полевая экспедиция. Ну, вот, один из наших выпускников, допустим, вот я сейчас знаю, он просто ушел в Академ, поэтому меня все время спрашивают, а где вот он находится. Вот он сейчас находится в экспедиции на Карском море, и там с помощью своих собственных дронов он исследует, ну, в составе экспедиции, разумеется, экспедиции Московского университета, исследует ледовую обстановку в Арктике. И вот он уехал там, по-моему, 4 или 5 месяцев командировкой, он был вынужден уйти в Академический область. Ну, будет защищаться там, или не будет защищаться, не знаю. Но это его проблема. На будущий год, там, через год, еще как-то. А COVID-19 все-таки внес определенные изменения в вступительные испытания в этом году. Как будет проходить вступительную магистратуру? Ну, понимаете, в чем дело? COVID-19, конечно, внес изменения. Это изменение в чем состоит? Главное изменение. Что экзамен будет проходить в онлайне. Он будет проходить вот в том самом ТИМСе, к которому мы уже постепенно привыкли за полгода работы. В этой программе я и лекции читал, мы там и экзамены принимали, и устные, и письменные, и, в общем-то, в самых разных вариантах. И совещания мы там проводим, и конференции. То есть мы как-то вот к этой оболочке как-то уже приноровились, будем говорить. Ну, может быть, мы знаем не все ее примочки, но это, в конце концов, может быть, не обязательно. То есть и защиты у нас, кстати, и магистерских диссертаций, и дипломных работ бакалавров, они проходили вот в таком же режиме. Ну, тоже вроде как особых проблем не возникало. Ну, думаю, что и вот этот экзамен, мы в первый раз вот такой экзамен вступительный будем проводить. Ну, я думаю, как-то справимся. В чем будет проблема? Вот как я могу ее спрогнозировать? Проблема будет в том, если будет очень много желающих сдавать. Понимаете, вот, ну, реально заявление подают, ну, скажем, там, человек 30-40, обычно так бывает, вот, в самых разных мест, в самых разных направлений, там, наши, не наши, неважно. Вот, но после консультации, которая тоже будет в онлайн-режиме, 21 августа, кстати говоря, эту консультацию мы все вместе, члены комиссии, будем проводить, 21 августа, в 16 часов уж, если на то пошло. Вот. После консультации народ, видимо, понимает, что, ну, не всякий сможет этот экзамен сдать. Программа этого экзамена есть, там и билеты, по-моему, висят, там все висит на сайте. И уже там давно мы, так сказать, не очень сильно меняем эту программу. Вот. Так вот, на экзамен приходит, ну, человек 20-25. Причем интересен вот какой момент. Приходят все, кто подал заявление. Но заявление можно подать копией, а можно подать оригинал. Вот. Сдают экзамен все, а зачисляем мы только тех, у кого лежит оригинал. То есть, если у человека копия, значит, он где-то оригинал держит в другом месте, где-то другое место для него более предпочтительно. Ну, вот, ну, ладно, ничего страшного. Но он сдает экзамен. Вот. И вот, когда начинается этот экзамен, мы в конце экзамена спрашиваем, ну, хорошо, а как у тебя там, где оригинал, что ты хочешь, перенесешь ты его сюда, не перенесешь ты его сюда. Или, допустим, понимаешь, что не вытягиваешь, может быть. Вот это тоже. То есть, мы зачисляем только тех, кто подал оригинал. Только вот из этой группы. Хотя она тоже может быть чуть больше там, чем у нас имеется место. Вот. Ну, и, разумеется, всегда говорим о том, что вот если не получилось на бюджет, ну, давайте на контракт. К сожалению, а может быть, к счастью, я всегда тоже своим студентам говорю, что дети олигархов у нас не учатся. Понимаете, они учатся в другом месте. Поэтому здесь вот таких вот людей, которые спокойно могут отстегнуть 200 тысяч и не заметить, ну, нет у нас таких людей. Но вы подумаете о том, что это цена вашего будущего на несколько лет вперед. Вот если вы действительно станете профессиональным геодезистом, ребят, ну, тут разговаривать не о чем, отобьется тут же. А как обстоят дела с иностранными гражданами? Могут ли они учиться на данном направлении? Часто ли подают заявление? Они могут учиться на данном направлении, разумеется. У нас были такие случаи. У нас были случаи, когда иностранные граждане оканчивали нашу магистратуру. И, кстати говоря, очень хорошее впечатление у меня осталось после этих иностранных граждан. Но вот очень большая проблема в чем? В языке. В языке. Обучение идет на русском языке. Вот, конечно, мы там можем что-то сочинить по-английски, но, ребята, это все-таки несерьезно. Это несерьезно. Лекции на английском языке никто у нас не читает. И обучение ведется на русском языке. Работа в производственных организациях для иностранных граждан это тоже очень тяжелый момент, потому что, как правило, у них нет разрешения на работу на территории России. И приходится как-то вот там сильно выкручиваться, чтобы что-то придумать. Я уж не буду рассказывать там. Это наши ноу-хау всякие разные. Но это тоже вот проблема. Проблема. Если человек готов на практику, допустим, уехать к себе домой, это одно дело. А если он хочет вот где-то здесь пристроиться в какой-то фирме, то тут проблема изникает, конечно. Но, в принципе, я повторяю, что никаких вот особых препятствий я не вижу, кроме языка. Кроме языка. Были случаи, когда люди, ну, просто не понимают, о чем мы говорим. Ну, что я теперь сделаю? Ну, есть у нас еще такой вопрос, который мы традиционно задаем в конце. Что можете сказать выпускникам-бакалаврам, которые заинтересуются по поводу поступления в магистратуру по направлению геодезии? Какие-то пожелания, напутственные слова, может быть? Напутственные слова, напутственные слова всегда одинаковые. Ребята, вы выбираете, осознанно выбираете направление своей деятельности. Вы осознанно выбираете тот путь, по которому вы будете идти, ну, по крайней мере, несколько будущих лет. То есть это тот путь, на котором вы должны профессионально состояться. Вы хорошо представляете себе, что такое геодезия. Вы представляете, что такое полевая работа. Вы представляете, что такое камеральная работа. Вы представляете, что такое производственная деятельность. Если вы готовы влиться в эти замечательные коллективы, я настоятельно советую вам поступать к нам в магистратуру. И желаю вам в этом успех. Большое спасибо вам за столь развернутые ответы. Я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайв с Институтом физики Казанского федерального университета. Сегодня мы говорили о профиле геодезия и дистанционное зондирование. На все ваши вопросы отвечал доктор физико-математических наук, профессор Казанского федерального университета Рафаэль Александрович Кащеев. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.